ну что все уезжаем и из этого номера и едем дальше в аланию сейчас пойдем пообедаем сдадим ключики выселения в 12 вот иоль как тебе здесь понравилось купались тоже до обеда на горках плавали сейчас идем выселяться прощаемся с этим номером кому что всем привет не из одессы всем привет из турции мы сейчас находимся в отеле marilis hills по эти звездочный отель это не первая линия поэтому буду вам все рассказывать показывать сейчас в данный момент мы ждем автобус на море который возит вот он стоит синенький он ездит каждый час конечно не всегда удобно подстраиваться когда не первая линия получается он ездит каждый час туда и каждый час обратно поэтому ну что мы застелились делаю сразу обзор нашего номера такая вот ванная комната душевая вернее тоже все принадлежности мылка туалетная бумага унитаз такая вот душевая кабина полотенце шкаф нравится столик и стульчики поняла зеркало кровать опять же 1 2 спальная 1 1 спальная тумбочки телефон телевизор холодильник кондиционер еще зеркало стулья тоже такие классные все в таком стиле знаете цвете вернее таком бирюзовым голубеньком очень приятно и вид у нас второй этаж вот такой балкончик идет здесь сушилка есть и вид на бассейн там вдалеке немножко море виднеется здесь такой коридорчик идем я ведь здесь очень понравилось говорит здесь очень красиво давай вызывай вызывай лифт едем на разведку брать полотенце вот такой лифт пока выключили музыку могу показать немножечко обзор вот такой вот отель бассейн идет это вот отель здесь сразу бассейн обычный шезлонги хорошие такие сетчастые сеточкой и здесь чуть дальше идет бассейн уже где горочки он идет поменьше и тут горки горки работают два часа утром и два часа после обеда ну его сегодня накаталась его довольно горками такими территория отеля небольшая это не первая линия на море возит автобус где-то минут пять мне сказали но мы еще не были можно и пешочком пройти но это будет не территория нашего отеля то есть просто море без шезлонгов без ничего такие вот горочки и вот такая вот смотрите детская во первых тут цветы очень красивые к клумбочка там есть зона с лонгами кстати очень круто сделано тенечки и цикады из такого детская площадочка небольшая хорошее покрытие и здесь под таким грибочком детская зона номера хорошие большие у нас второй этаж море видно так немножечко немножечко здесь вечером должна проходить анимация детская взрослая такая вот сцена это тоже отель ультра все включено то есть прошлый отель тоже был ультра все включено чем отличие от все включено было тем что было рыба дорада красная рыба была рыба была постоянно и вот по алкоголю они там делают уже более такие всякие коктейли здесь тоже получается вот такого бар идет на улице и они еще дают тоже мороженое и там было мороженое там была такая очередь за мороженым а здесь просто она постоянно сидит женщина и можно взять мороженое без какой-либо очереди такая вот зона а вон еще маленький бассейн есть совсем для малышей можно еще где-то пройтись прогуляться мы только приехали поэтому пока выключили музыку я вам как раз делаю и обзорчик вот здесь вот мороженом было на баре здесь видите не нужно вешать табличку чтобы не беспокоились здесь в номере стоит такой сенсор вы его нажимаете он здесь вот светится что не беспокоит либо уборку например здесь есть такая зона lounge кот пришел помылся и спит его посадили на самое козырное место возле водителя здесь окон нет так приехали мы к морю будет опять семь минут ехать самого утра очень спокойное море тихое да вот видите еще одна эмоция водитель посадил рядышком ее разрешил сидеть и она очень-очень довольная мы самые первые на море пришли приехали на автобусе довольно таки большой пляж здесь идемте измеряем температуру воды самого утра но вода здесь очень теплая в одессе конечно такой температуры воды не бывает никогда 30 градусов максимум там наверно может быть 26 27 градусов это самый максимум хороший пляж здесь нам пляже есть бар снэки дают мороженое дают там алкогольные напитки дают воду дают и все есть в баре и место на пляже всем хватает эти шикарнейшая водичка просто шикарнейший заход галька видите где-то крупные камни попадаются где-то мелкие такая вода сейчас градусов наверное двадцать восемь двадцать девять вот так еще море не прогрета что к 9 часов сейчас померяем так ну что температура воды двадцать семь двадцать восемь градусов хотя как по мне ощущается конечно где-то градусов двадцать шесть двадцать семь потому что еще не сильно такого жаркое солнце и не сильно разогретую вчера немножко почитала комментарии некоторых людей боже что только не пишет я конечно уже ко всему привыкла за два года и что я наживаюсь на войне и что вообще что я поехала ну за доната я уже говорила и кому война кому вот эту всю пословицу постоянно мне пишут я вам хочу сказать что сейчас очень многие из украины отдыхают в турции аэропорты забиты в анталии ну не только из украины люди гибнут сейчас по две стороны и по две стороны сейчас люди есть очень много людей которые приезжают отдыхают и я вам уже говорила неоднократно что для меня в этой ситуации важнее всего не ваши комментарии меня для меня в этой ситуации важнее всего сохранить детство своему ребенку до детства своему ребенку сохранить психику своему ребенку сделать максимально для того чтобы мой ребенок был счастлив и кто смотрит меня уже давно те знают что мы испытывали двадцать втором году в начале я с 25 февраля 2022 года виду ежедневный видео дневник поэтому я считаю что эти комментаторы которые пишут всякие гадости сейчас смотря на то как мы отдыхаем какое море я не знаю они знаете значит люди такие по жизни которые я не говорю радоваться что все должны прям радоваться что мы выехали никто за вас не будет радоваться кроме ваших родителей ну просто хотя бы не брызгать желчью и не примерять на меня не не применять ко мне какие-то такие обидные слова знаете вот элементарно радоваться не надо есть люди которые не приятным которым неприятно смотреть просто если у человека все хорошо им неприятно это смотреть они им лучше смотреть когда у человека все плохо то есть они как будто самоутверждаются по этому поводу мне очень хороший комментарий по этому счету написала зрительница недавно вот я согласна не помню где его найти под который по каким видео но она написала вот точно что и я думаю что люди самоутверждаются некоторые которые когда вот другим плохо значит этот человек хороший если он хуже тебя там живет а если он немножко показывает лучшую лучше что-то там отдых какой-то или куда-то там вышел я не знаю кафешку то этот человек сразу становится плохим автоматически потому что как бы он лучше тебя что ты сидишь на диване а он уехал отдыхать например все значит он плохой в общем конечно некоторые удивляют но я еще раз повторяю что для меня важнее мой ребенок и мое личное психологическое психическое состояние вот так вот огромное спасибо всем кто пишет вообще добрые комментарии которые смотрят сейчас эти видео и которые благодарят за то что я снимаю и показываю на самом деле я вам хочу сказать что благодаря блогерам вы сможете увидеть отели обзоры отелей вы можете найти любой отель посмотреть его в youtube и посмотреть как он выглядит чем там кормят какие номера вы все можете посмотреть это благодаря людям которые это все снимают потому что снимать вот такой вот контент еще и на отдыхе и когда тебе как бы есть чем и так заняться отдыхать это очень очень непросто вы попробуйте снять свой отдых качественно снять не просто где там камера вот так трясется качественно снять рассказать чтобы это набрало просмотры тогда вы только поймете и не один раз понимаете а постоянно 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 это как работа поэтому когда вы видите когда человек делится с вами какими-то куда он выезжает и при этом еще и снимает для вас это достойно хотя бы лайка я уже не говорю что там комментарий какой-то написать это тяжело такую жару куда-то ходить еще и снимают понимаете сейчас поднимусь на горочку сниму ее с той стороны хорошие кстати ступеньки пластиковые это бывают такие железные скользкие а горка труба просто радужная горочка здесь напротив тоже есть рынок огромнейший рыночные ряды миграс бим магазин все есть рядышком а море вот там вот можно можно его говорит тут просто тут просто человек стоял стоит всегда обычно который контролирует наверху горки и его мне сегодня рассказывает она вчера с ним каталась вечером и она мне рассказывает дядя мне говорит но и на меж на скатываться так смешно у нее получилось давай так я сниму сразу обед пока еще людей немного овощи и фрукты сладостей огромное количество дальше закуски тоже много и здесь а таблички стоят это я не знаю что это такое девочка короба так курица курица какой-то рулет картофель рис соус супы салаты всякие разные дальше что идет макароны что-то непонятное капуста котлетки картошка фри хлеб чай кофе напитки то есть вот такой вот обед айран еще есть вода в свободном доступе говорил говорил мараба мараба смеялся вот и а а а а а а а и а а а а мы вышли из отеля И здесь идёт такой вот мостик через дорогу, и там очень большой базарчик, говорят. Так что мы идём первый раз прогуляться. Вот автобус, кстати, который на море тоже возит без окон. Там горы виднеются. У них распространены вот такие вот по посёлкам, по городкам вот такие вот переходы надземные. Здесь такие огромные, широкие торговые ряды. Людей практически нет, ну, потому что отелей здесь много нет, поэтому как бы и людей особо и нет. Да, в общем, всё-всё, что угодно. Футболки, носочки, игрушки, полотенце, постельное, сувениры, магнитики. Всё как и везде. В общем, ушли мы с этого базарчика. Как-то, знаете, всё равно людей нет. Проходишь, они каждый приглашают в свой ларёк, в свой магазинчик. Поэтому ничего мы там не посмотрели. То какой красивый вид на закате. Мы приехали в Петалок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok